Не успели в Украине пройти последние звонки, а в Николаеве уже разгорелся школьный скандал. Речь идет о так называемых добровольных взносах. Родители учеников 59-й Николаевской школы заявили, педагоги заставляют причислять деньги в так называемый благотворительный фонд. Якобы средства должны идти на ремонт здания, но из года в год его никто не ремонтирует. Под конец этого учебного года в школе вновь заговорили о сборе денег, но в этот раз родители решили не молчать. В 59-й школе только младшие классы. Обучение в старших классах проходит в гимназии номер 2. Это заведение в Николаеве считается элитным. Накануне последнего звонка педагоги осчастливили родителей, потребовав сдать на ремонт здания по 300 гривен. Согласились далеко не все. То есть ремонт в классе. Вот это мы стали гроши, мы их побачили. С таким же запитанием мы пришли до головы попечительского фонда. Мы сдадим на протяжении уже другого года определенную сумму попечительский фонд. И мы так само хочем побачить. В школе родителям отказались предоставить отчет о том, куда тратят деньги. Поэтому они собрались и пошли в горе с полком. В мэрии ответили, в этом году ремонт действительно запланирован. Но его будут проводить за бюджетные деньги. У нас сейчас разработается проектно-кошторисная документация на реставрационные работы. Кроме того, у нас разработается проектно-кошторисная документация на облаштование вам современного спортивного майданчика и для реконструкции потребителей. Это все в работе. На это никаких денег вы не должны собирать. Школа находится буквально в одном квартале от мэрии. Чиновники вместе с родителями отправились в учебное заведение. Руководителя попечительского совета найти не удалось. Кирюхин не разрешил это делать. Ты не имеешь правоследствия, Кирюхин запретил. Директор гимназии оправдывает благотворительный фонд. Мол, последние 20 лет вся школа только на нем и держится. А проблема в родителях. Их недовольство вызвано каким-то личным конфликтом. Я покажу, что фонд в свое время закрыл крышу, когда денег не выделялось вообще. И вдруг им захотелось это все поменять. И точно это все вылилось в межличностный конфликт. Кстати, директор на встрече заявил, что благотворительный фонд отремонтировал крышу. Но вот начальник департамента образования предоставила иную информацию. Крышу только будут ремонтировать в этом году за деньги бюджета. Где, правда, не разобраться. Родители потребовали, чтобы работа благотворительного фонда стала полностью прозрачной. Их поддержала министр образования. Лилия Гриневич на этой неделе была с визитом в Николаеве. Говорит, сейчас разрабатывают законопроект, который будет жестче рекламентировать благотворительный сбор средств. Это только есть в рекомендациях Министерства оборудования. О том, что не должны работники учебного заклада входить в спецызасновников таких фондов. Ситуацию нужно расследовать. И самое главное, вывести все транзакции этого фонда. Родители учеников 59-й школы на этом не собираются останавливаться. Требуют показать движение средств на счету фонда за последние годы. В противном случае будут переводить детей в другую школу. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности. Телеканал Интер. Николаев.